пустился люк мы можем здороваться с нашими зрителями или еще рано я момент окей тогда вы еще ничего не слышите друзья нас еще нету здесь вообще все обман все вроде пошли покинь уху всем привет отлично привет привет друзья добро пожаловать в воскресенье 8 вечера осады в линейдж 2 как обычно с вами как обычно элиот и люк и сегодня в гостях также ко мне вновь пришел лепрекон с ним и будем стримить осады на ширине а люк межсервер да я многословен сегодня лепр поздоровайся что ли или ты отошел похоже похоже отошел так друзья тащим то сегодня мы без гран каина да я знаю многие ждали но есть такое ощущение что как ассинь движухи не будет короче любую дичем кто его знает смысл в чем нас двое сервера сервера 3 получается да и надо как-то выбирать межсервер интересно посмотреть чем-то все закончится потому как там все эти перемещения смена вообще власти и поэтому решили что по стриме взять надо тем более что вы активно просят стримить его будет сегодня люк на канале на твиче люлюка 1000.tv слэш люки фокс давайте сейчас ссылочку в чатик закинут хорошо вижу то что трансляция пошла у нас на гуха медиа значит межсервер стримит люк на своем канале на канале глуха медиа мы стримим остады на ширине гран каин сегодня к сожалению пролетает а кстати его вот лайт стримец рекомендую к нему зайти тогда все наши почему вы были межсерни сегодня потому что на прошлого сада если вы не помните закончились нашли не очень драматично топовый клан экселент который был дал тремя замками из четырех потерял все три остался сейчас вообще без любого сарайчика и движуха нашей неоднозначно будет будет пвп будет осады будет попытки захватить будут какие-то качели наверно да потому что там после того как замок перезахватили захватили можно перезахватывать и по любому экселент захватывать много пытаться то в общем движ должен быть именно поэтому мы стремим и шилин а пока я не ушел в двух словах буквально то есть там в чем изменение в том что там по уходили с экселент или в том что просто они тупанули а это нам час и прикол расскажет буквально минутка до осады в общем во первых трансформы решали до народ критовал во вторых раскачивали растягивали экселентов насколько я знаю да из по всем трем замком они не успевали более мобильно действовали их оппоненты и тем самым потеряли все что было нажито непосильным трудом экселента сегодня будут отсвернуть обратно и у тебя твой стрим не вижу вообще в разделе л2 запустился или нет да все у меня есть так я вижу а вот понятно пока еще просто не обновил ссылочку на стрим люка скинул гк можете улайта посмотрите сами найдете если вам так сильно интересно не буду рекламировать просто тогда и поехали если что я думаю можно к замку герана уже лететь а я уже здесь деприкон поздоровайся как раз мы тебя ждали эй только что была толпа экселентов куда не пропали тут со слышим человек был так ну что тогда я от вас пока отключаюсь встретимся в конце осады и обсудим итоги да потому что у меня тут тоже вижу верно да значит люк с тобой до 10 а кто с нами смотрит ширина оставайтесь конечно же с нами поехали окей я замутаюсь просто хорошо я стою сейчас довольно большего зерга желтеньких ходов рядом с озером то есть перед замком герана так что я думаю точно будет просто тут только что вот видел пока да мы тут болтали я там сворачивал сальта босс тут был зерк экселентов просто весь клан стоял сейчас такой думаю сейчас я вам покажу для зрителей приготовил уже все сейчас открываю и все пропали где где все черт побери может может не кинул в другую реальность где находится конкретно расскажи куда лететь все так вот сейчас заходит со стороны до гей кипера кипера где регистрируется так я тут это тут никого так я пожалуй релог на все не знаю что что происходит у меня пропали все все персонажи из вида какая сегодня мы не стримим друзья мы стримы сегодня ширин где все вот-вот начали погружаться действительно может быть я просто их не дождался появляется зерк бэмунов и бананчик зерк бходов вместе с форс авэйкинг короче бананчики да они уже да да раз они сами себя так называют нам нам то что ой сколько их боже мой боже мой готовится в общем я так понимаю у нас будет заруба за геран сегодня на они еще идут и вместе с фиолетовыми видимо все-таки союз фалк морды вместе с бходами вот как но у них последнюю неделю насколько я знаю нейтралитет на локациях но я не знал о том что и осадный союз это я думаю удивление и для эксцентов тоже вот это поворот недавний подкаст на котором который был на ширине как там кэл эти двух кланов просто материли друг ну там один материл другой просто грубо выражался в адрес другого называли друг другу всякими нехорошими словами то что после этого они умудрились договориться в каком-то там нейтралитете и сам в совместном участии в осадах это для меня весьма неожиданно я думаю так же как и для эксцентов и для всех остальных все ли у нас в порядке со звуком и с прочим если что как обычно сообщайте будем будем фиксить куда пропали эксценты серьезно я буквально на минуту свернулся эксцентов видать давай давай вместе искать их это сервер шилин друзья пока покажу вас аду уже начались должны минут как идут задержка мы вас мы-то вас видим вовремя но для вас картинка заходит света полутора минутка за минуту задержкой на ком сейчас замки грудью на ромашках это у нас фалкморт геноцида перед замком сейчас он ты перед замком так куча куча фиолетовых но смотри они действуют вроде даже слаженно то есть какие-то мои маневры совершают а чуть левее так дион за армию вход естественно это вход геран за джаста тим это желтенькие бананчики и оран за фолкморт это геноцид эксцент без замков абсолютно а вот они кстати нашли мы их наконец они тут левее находятся уже поставили флаги видимо весь сервер сегодня этот геран стал центром мира вот будет эпично за руку слушайте как давно этого ждал просто прикиньте вот весь сервер все все кланы вообще хоть сколько-то влияющие на политику сервера ширина собрались сегодня рубиться за этот замок чем все это закончится узнаем вот потому что начинается пвп заходят экселенты входов и желтеньких на ночь срочно помощь сказать геноцидов нужно в спину сделают леонетов или оставят пропадать своих новопреченных союзников кто победит rush от экселент они просто заходят они вообще ничего не боятся всей толпой заходят конечно обмен дебафами бафами нюками а у ешками залетает все подряд они пробегают они они просто пробегают через желтенькие с красненькими большому счету да не прошли оставил с собой небольшое количество трупов на самом деле как своих так и врагов что это за маневр от экселент тут уже по накручил ппр и бсв сейчас увидим да не должны были это сделать улетали в основном экселента что удивительно но при этом другая часть осталась развернулась продал продолжает драку да зашли в спину фиолетовые похоже именно в этом и был суть маневр вопрос стоят ли они в одном cc это очень важно смотрю леприкон бегает потому что тогда смысл этого маневра был я думал что это был натравить именно друг на друга и как-то вроде бы казалось то что экселент стал уже мало и что там проредились тот напырился но как-то каточек каточек друзья мои закончились желтые закончились красные заканчиваются фиолетовые и только синие на ногах какие-то потери не понесли на избавим не флаги они могут резаться чего нельзя сказать про многие другие кланы блин кстати интересно я уже не посмотрю эти они я не помню команду к сожалению кто зарега на защиту черт это было бы очень важно знать кто может кто может подсказать ну да 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 это рискованно было бы рик всем на защиту это это вообще без вариантов они стоят я их несколько раз покрыл там флаг эффект флаг хмм значит тогда они не за защитой иначе они в тронке леса на себя так напомню мохинесси в общем тут раз два три шесть семь флагов очевидно все флаги от экселент и раскатали они таки всех неплохо будут пытаться вернуть себе свой замок герана со самый самый лакомный кусочек и уже ломают створки боже сколько дпс еще учитывать что они сейчас там по мане просили да после этот после этого пвп это было довольно больно так ссылку на стрим люка еще разок дать сейчас зачитаю турчатик видео было слишком напряженный момент чтобы следить за происходящим вас чатик но в любом случае всем при этом там присоединяйтесь да сегодня у нас ширина сегодня гк не будет гк вроде бы лайт стримит можете к нему заходить если вам именно этот сервер важен но думаю что ширина сегодня будет по драматичнее а вдруг мы все пропустим но блин ладно куда деваться интер прошлой осады я очень жалею что в итоге ширина не застримил такой поворот сегодня сегодня может наоборот экселента все вернуто и мы как обычно прослакаем все самое сочное гк там может даже геран захватит кто его знает но выбор сделан впоследствии узнаем уже через два часа заходит заходит экселент во внутренний двор забив вообще на кристаллы на на все они просто ломятся сразу же во вторые ворота в принципе оно и понятно да они раскатали своих врагов они понимают что те будут довольно долго игропаться путь из герана не близкий да но был терепорта нет сады и бежать пока вот они будут бежать надеются экселент захватить замок успеть перехватить его и уже спокойно уже перейти в позицию защищающихся да тут будут противостоять им джаста тим но это всего лишь один клан с одним кланом то ну одним сквадом да даже не просто кланом full состав экселент расправиться вообще не задумываясь они и средства не выпустят но по ходу единицы души регулировать на воротах герана разбавывается через пару минут будет выходить но я боюсь что не опоздают потому что там уже пора идти кастовать и скорее всего лаки knife уже отправился это делать там келл насколько я знаю не такой же хайлевел не знаю как кастует уе это же хайлевельный некор я разве не прав он точно 70 плюс это уже неплохо у него есть трансфер пейн у него есть пачка и у него есть 200 человек в одном cc рядом которые постараются не пропустить никого к нему я думаю что даже сейчас полностью целыми кристаллами вот клан не выживет никакой репортовшийся достойника их просто этот на молекулы раскатают весь состав экселент тут стоящий в ожидании я если честно думал то что экселенты переграют это пп ну то есть желтый потом сразу геноциды там поначалу очень странно да выглядело то есть этот их маневр когда они пробегают я вижу что они несут потери потом я видел теле выдел бы свой именно от синих как-то меня там ну видимо лимит персонажей там иссяк да что-то они пропали с экранов я смотрю что синих стало мало думаю все все поплы ребятки в триклан против трех кланов то не могут а в итоге в итоге обратная ситуация там хорошо зашли дебафы и сверху а у ешки рассыпали сначала одни потом вторые потом третьи это было сильно ну кандил лишь ниндзи големе тайма ломают три кристалла в разных замках раз растягивает роа что на ширине что на ширине пришел зерк на геран но зато тут все вместе тут общая движуха понимаете движуха всего сервера правда не знаю что будет дальше потому что сейчас ну с вероятностью 95 процентов геран будет захвачен я думаю все это прекрасно понимают захватят геран и будут ли будут ли пытаться держать как ним тут экселента чтобы они другие замки не пошли либо же разберутся свои сарайчики дефать и как ты думаешь мне на самом деле интересно изменил ли свои планы лаки и лексин то после того как узнал что они в одном цц и замок закастован замок закастован геран клан экселент вернули это пока не важно ведь на самом деле это важно а ну сразу есть да само собой в любом случае прошло всего десять минут после начала осад и замок вернули себе уже экселент неплохо неплохо что же будет дальше смотрим на выходе из герана на восточном выходе тут основу фиолетовые хотя тут всех хватает и желтеньких и красненьких предал гк я не предал гкк обязательно вернемся но сегодня шилин интереснее должен быть уже есть тут по крайней мере уже было очень крутое массовое пвп чего ныка не видел уже сто лет там обычно все происходит там зерк видел другой зерк и перец резня где голем и големов ну там она не успевали поставить же голем да никак да никак так как уже зерки были собраны возле замка для того чтобы поставить големов нужно саму себе замок ломать изначально да и надо надо хоть немножко времени для маневра чего не дали экселент и были вот этот на право сразу же задавили весьма удивительно что не так не так легко не пау пау вывели поэтому еще и мана осталось после этого не пошли также быстро замок сломали жил не смогли как регрупнуться ходу же выдвинулись герана кианцида пока что стоит и конечно огромное влияние само собой указали флаги то безусловно то что могли full состав по сути экселент резаться другие не могли это решил ухта тащу и гнис притащили стакла жесть весь шлин похоже сейчас будет на геране собран тут такой муравейник у меня на экране на самом деле почему я еще был удивлен осады начинались то что у воров x-men было 16 пачек плюс 2 кцп экселентов же не было да я и думал то что мы замес и не проиграют боже мой тут пришли в общем вот весь этот муравейник доктор там только что показывал пришли excel просто по и просто бегут и даже не бьют они просто бегут на врагов враги разбегаются и появится даже не пытаются драться геноциды выдвигаются таки выгоняю с плп зоны вот сейчас явно сыграл фактор до мис коммуникейшна то что одни уже собрались тут вот и гнисы там были выходы бананчики до геноциды еще не пришли не заняли позиции и ну насколько я знаю в одной говорила сидят желтые и входы оси то есть вы сидят уже официально на потому что официальный уже союз с геноцидами у них сейчас просто нейтралитет на спотах и меняются по дням то есть одни стоят влоки допустим по счету это все до сих пор там война за бега идет до за древние поле это не как раз таки поделили его то есть день через день то есть соседушек не по что в ло происходит не знаешь и в других лога стоит эксцелент и их гангует насколько я знаю то есть из-за того что геноциды заключили перемирия скажем так с ходами то маленькие паки эксцентов вытесняли со всех остальных лог кроме его пришлось там стоять ну что ж пока эксцелент собрались силу в кулак и вроде как не думают выдвигаться другие замки их цель для начала видимо показать всем что геран они уже не отдадут что они вцепились не мертвой хваткой на 10 минут раскатали всех вернули себе замок и мол все варите отсюда в свои сарайчики чего сюда пришли смогут ли теперь сейчас сделать full сбор и в пвп сотащить весь остальной сервер по сути да кого там нет скажи мне кто не пришел на эту осаду против экселент и всех кланов которые хоть что-то делают наши линии наверное если вот-вот то есть сейчас осада эксцелент против всех ну и первая хотя бы такая хоть локальная победа но за геранами одержана она еще не окончательно нисколько осады только начались еще геран может поменять владельца кучу раз при этом не забываем что видите теперь стены ворота все половинчатое и мне вот интересно укрепляли ли замок джаста тим надеюсь что нет надеюсь что кэллой был достаточно умен чтобы не укреплять его это мы узнаем потому что если вы не укрепляет его проще будет перезахватывать я думаю что так или иначе рассчитывать должны были входы желтый и фиолетовый что геран рано или поздно будет закастован если правильно помню то укрепление сбрасывается после переказ нету при по не остается просто по половине хп или или блин я уже сам забыл блин если что мне этот не не ругайте меня сильно за то что я лажаю потому что раз не потому что я помню что что даже делаешь специально не дан допустим не укреплял дион что потом было проще перезахватывать вот это хорошо помню то есть всех случае делаешь точно верю в том что не сбрасывается а я уже верю делаешь потому что он опытный гном когда мы ломали после перекастов требовалось два-три выстрела то есть чтобы пол хп стены снести поэтому мне кажется все таки не укреплен хотя до этого там уходила не знаю 12 на всю стену тащим-то экселланты даже не собираются забуриваются внутрь замка спокойно стоят всех пвп зоне тут следят и ждут когда к ним придут и попробуют вернуть забрать у них замок герана даже пока до големов дело не дошло где же враги долго ли они будут теперь себе а вот и враги вот и враги они собрались уже перед пвп зона не недалеко от посланника герановского а я наоборот вижу все крови фиолетовый это видишь фиолетовый да давай подай соберем всех ну тут да где лет вы левее тогда должны стоять у нас желтые входы у посланника левее куда уж тут левее это только лишь чтобы этот в воду прыгать может а правее ты пишешь может сейчас посмотрим где гк сегодня гк мы не стримим поищите другие стрима по любому кто-то из участников ведет трансляцию следующий раз заглянем на гк ага опять коварное нападение от экселлант знают вероятно там что-то подсмотрели что еще не собрали все силы в кулак и опять планируют расстрелить по одному и отступают просто весь весь зерк отступает от экселлант где где ваши яйца простите меня как вы собрались побеждать а вот смотрите было тактическое отступление наступили камешком то есть это не бегство и начинается битва где же фиолетовые нужна срочно помощь геноцидов надо бить спину экселлантом тут все в равных условиях битва происходит за пределами пвп зоны все могут аресаться и умирать и процент теряются везде везде неважно за кем расстанется победа я боюсь что без геноцидов тут все предрешено ногти где они блин они заходят в боевую и поднимаются сейчас слева от замка а зачем они заходят был уже что они там забыли сейчас придут боевую они замок не захватят экселланты вы придут и их убьют теперь следом это будет бред вообще ну да потихонечку рассыпаются скоро уже закончится с такими темпами силы на сопротивление у входов форсовые книги в общем красные желтые и даже вот с клан под названием а ерес но и и ну по сути да все все союзники как как теперь один сайт как как называть просто ход сайта они общее название имеют но он вряд ли красно-желто-фиолетовые вот его красно-желтая часть почти рассыпалась конечно какие-то видим самые халевельные пачки были самые трусливые нет не непонятно какие общем часть народу еще живет которая благополучно отступила сейчас я думаю что их догонят тоже убьют если они запарятся любом случае нужен новый групп от красных желтых и нитиумов а что в это время делали геноцида давайте-ка посмотрим отлично так это вот что да вот они как своевременно друзья как они это делают ластфул просто впереди планеты всей бежит ведет свой клан в атаку счет сейчас опасно будет падать да конечно серьезные потери по мане понесли наверное экселон так куда же без этого с таким-то зергом соревноваться в том кто кого передымажит хорошо но смогут ли этим воспользоваться перед геноциды первых пошли отстреливать уже три трупа я вижу но это конечно разрез 200 человек так уж и важно но теперь война продолжается теперь фиолетовый против синих чья же возьмет синие потрепанные но не смотрим что это сильнейший клан ширина экселон справятся ли они с новой угрозой экселон по сути раша заходит сразу же в них закидываю дебафы пространство да для отступления там у товарищей даже нет никого с сайленсом то боже мой кому там сильно сайленсов в странах у экселон и похоже сейчас просто переедут буквально смысле переедут катком геноцидов где 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 куда фиолетовый все девайс как и как и так быстро пропадают с экрана я не понимаю жесть ну тут действительно ничего не сделать если они не объединяются все да да экселон молодцы как бы они вовремя среагировали не дали это сделать вопрос тут к геноцидам почему и так долго шли потому что если не нападать одним кулаком то вы не справитесь с ними ну само собой одним кулаком с разных сторон да как там брать в тиски еще что-то придумывать на чек с таким образом не победить слишком они сильно слишком много бусто они получили и по левелу и по эпику и по всему по всему по всему количество явно за 200 ну там плюс минус после перекаста еще и два кцп теперь на коробках да 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 самые самые сильные пачки теперь стали еще сильнее интересно ограничиться ли одним замком а это уже зависит от рогов то есть серьезно я думаю что цель у лайки сейчас будет в первую очередь удержать замок если по я если дадут хоть немного немного продохнуть ему то он прямом поведется уклад на другие замки но если будет реальная опасность для того ухты тыкву что вернули если будет хоть какая-то реальная опасность для герана то будут держаться всем кланам акселон тут сейчас вопрос хватит там мотивации да этот не разоснуться ли между собой после вот таких вот позорнейших сливов нет как позорный поэтому исход был предрешен но если бы сработали более координированно заранее да если бы с коммуникации не было таких больших проблем и если бы подоспели геноциды вовремя то все могло пойти по другому сценарию но сейчас я уже общий или групп на воротах возможно будет попытка каких-то совместных все-таки действий на экселенты возвращаются замок любом случае держать экселентов как минимум выгодно до всем получается потому что сейчас у каждого из кланов есть ну почему каждого сейчас 22 замка у геноцидов и один замку входов до гуде и аорен за геноцидами дион за ходами желтенькие остались без замка герана не забрали ну и экселент само собой геран себе и вернули уже бежит чувак а это я думал этот звук 22 не крадать есть для скелета за ним бегут сама на это просто мобики попробуем хотя бы примерно количество цель все весь этот цирк вся получается позиция ширина сейчас в одном месте собирается борьбу с общим врагом все не прогружаются похоже да сейчас посмотрим сколько мне до грузит пока не скажет все хватит надоел пока откуда взялись ну кто-то умудрился не знаю может чекеров там запакашили кто же их разберется да все эти ничем это союзники выходов я в принципе даже помню да это клан без конца но так или иначе свой пасть пассивный вклад в осаду не вносит приходит хотя бы да там и сейчас не где-то на спотчиках особо освободившихся два часика крабит за это им респект где уж не этот не что вот что уж был 2 нельзя пропускать так это осадов и по это сам самая самая такая самый смак всей игры цимис пока онлайн нашли не сколько сейчас онлайн не знаю посмотреть на всем известном секретном сайте ширина сейчас 2000 на гк 3 с половиной на то он и гк с другой стороны знаешь по количеству народа участвующих в осадах примерно равное количество получается по сути там три сайда в одном сколько там по 300 человек в другом 150 в третьем 150 а где-то и того 600 тут получается 200 где-то экселентов наверное сколько остальных ну то на то и получается уже сразу же големов вызывают выдвигаются все выдвигаются ведь посмотрим похоже все выходят дам конечно самые самые последние слоу покиев и каширы там не знаю покурить отошли в туалет либо еще куда-нибудь ничего не выдвинулись но большая часть этого всего оппозиция на отправилась к пвп зоне бирана отсюда не вышли можешь подчас не вижу ну когда вернусь посмотрим в случае смогу догнать если что ей тут еще остались ромашки надо да смотрите-ка не геноцида не реально не вышли оказался что бежали так так много было народу что что тяжело было разобраться кто же бежит а кто еще покажет хорошо долго ли они будут перегруппаться геноцида сколько надо времени вы опять будете ждать пока убьют одних мы вы так собрались свои замки просто просто умирая на геране это плохая тактика можно попробовать подраться нормально какой-то хитрый тактический маневр по большому счету большому счету получается погоди все же кто не владеют замка не всегда должен быть записано атаку герана да надо то есть все кроме армии обход ромашек и фолк морда должны быть возможность поставить флаги это важно и либо драться уже в пвп зоне где другой стороны full клан экселентов уже имеет флаги поэтому логично логичнее попробовать еще раз наверно их вывести из пвп зоны как-то забай забайтить но надо как-то по удачнее потому что голем уже идут друзья големы идут что польюхнет учу куча твинков поэт поэтому големы сейчас отправятся и будут закрывать проходы и по сути надо поторопиться фолк мордом так точно который рискует не успеть она таки на сбору остался пройти можно если там не стоит кто-то за ними из там не стоит 200 экселентов надо а так вообще не проблему просто сейчас еще экселенты получили возможность четырьмя своими паками куда-либо улетать и быстро возвращаться в геран другие замки тоже в опасности да и 44 консты как раз могут наделать грязь на любом замке ломаются потихонечку створки ох надо торопиться оппозиции ой проблему не грядут если они сейчас не поторопится как-то помешает выполнить свой план экселентом то собираются уже боевые зоны собираются первый ворот разрушена будут ли ставить за ними или будут стать за вторыми похоже весь клан экселент уже заходит внутрь они теперь не не планирует больше выходить никуда наружу должны замуроваться закрыться големами и мол проходите как хотите мы вас тут ждем с распростертыми дебафами и ау ерчиками так они топают просто все трясется мне кажется надо скины на эти гарема фестивал 2 было прикольно так что им кто-то хочет тейси кто-то не хочет будет ли стрима сад с кельтами а спрашивать нет с кельт мы сегодня стримить не будем я большого смысла в этом не вижу да и тяжело было у нас так сегодня был вот буквально час назад закончилась наша новостная передача сейчас осады там еще следующий стримить я я уже не выдержу столько да и меня там подписка кончилась поэтому даже при желании не смогу зайти фиолетовые тоже подошли так что скорее всего будет все таки общий раш ну что он делал сейчас как но если они не успеют как же не стоит големов то трудно сказать поэтому надо пытаться успеть опять спамеры понавлазили сейчас надо наверно продырявить весь замок то есть поломать все стены чтобы там проходов было вагон все створки разбомбить раз уж заняли глухую оборону сказать что они заняли оборону уже в тронке непосредственно да я думаю мы сейчас это увидим только падут ворота или сам пройду пока там живут вторые ворота кто-то разрушил да и я думаю что это сделали никто иные как excellent пробив ворота в троночку заглянем внутрь занимают позиции на входе да проломали ворота в тронку пока ждут если что заняли все подходы перчатки стенки стены боже сколько их они просто все заняли их и в дворе полно из и наверху толпы стоят много-много пачек но врагов безусловно больше однако и позиция не хуже надо атаковать голяма будут пытаться походу убивать сверху и как не будут останавливать а смысл вообще какой смысл этих големов пытаться сбомбить они сейчас уже еще два взмаха их огромных огромных чего это руки механических и падут стены одна стена правая там нападает не нападает люк стримит межсерверные осады гк стримит нами тут из участников по-любому и истина пала правая стена пала неплохо бы сломать еще и левую створки до сломаны excellent пока что не спешат заходить в тронку похоже они готовы принимать бой во внутреннем дворе кончайте спамить не в skype нашли время что ж будет ли битва стену сейчас я думаю даже не успеют при желании заставить големами excellent где общие голема они уже да они уже закрыли смотрите своими гигантскими тушками вход в тронку но еще не сломано что еще важно да замок при кастованы и сломать вторую створку будет очень легко а горема закрывает только одну створку сейчас если сломать вторую то можно будет через нее пробегать и там уже довольно большое пространство будет застревать не будет он заходит заходит смотрим смотрим начнется же битва кто выйдет победителем в этот раз заходит пока только желтые входы они сразу же пробегают назад пытаются занять позицию как-то обойти замок возможно дрейф спину конечно несут большие потери просто задебафают вы смотрите там сет овер и крутят крутят свои мольбы по агрю чтобы враги молчали редко кастовали и т.д. и т.п. и вообще на месте стояли потери понесли но большая часть до желтых и красных смогла пройти кто-то пережидает к закончится сайлансов долго же ждать при сайланс такой чит остальные ведут борьбу в узком проходе вы туда вот сейчас ворваться да сейчас сексом да пойдут заражат своими халявил магами штамп просто столько урон нанесут ауешками просто невероятно был будет ну да 70 флешки падут все настолько узко тут реально одна флешка доставит все от одного конца до другого именно этим сейчас занимаются экселент они они все поняли что противник слаб он в основном с такими сайлансами часиками чем еще угодно а еще и другая часть экселентов с другой стороны давит и на этом заканчиваются у нас и красные и желтые внимание где же всеми любимые геноциды почему они опять прозевали раж может у них какая-то своя была задача или опять низ коммуникейшн зашли хайдика стоит да отличный план не смотрите они поставили флаги стоит flagstone last hope его немного народу резается но блин это всего два флага это мало ага да через центральные ворота через первые ворота заходили фиолетовые они опять опоздали похоже да не смотрите война идет часть экселентов попадала но многие до сих пор на ногах с маной готовые убивать крушить и нагибать безусловно фиолетовых падает это больше похоже это очередное поражение оппозиции ширина на этих осадах но это опять же действие как-то разрознено происходили ну да да там к таким сказать задержкой выдвинулись фалкморт надо было прям вообще ну секунду в секунду нападать одни рашат иначе вышло что по сути экселентов пересечало одних там про продавить до до конца конечно еще не до конца ведь стоят тут еще порезались это еще продолжается война до кого-то убивают кстати 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 война-то продолжается счет счет мы рано похоронили оппозицию уже даже экселентов потихонечку поддавливают к тронке резервы то желтники с красненькими большие хоть они и понесли потери от повставали там к флагам да кто смогли на еще где другие флаги поставили потому что уж больно много народу живых и уже экселента заканчивается как все быстро меняется насколько вижу пока исчез на флагах экселентов а то там еще и на флага а ну да получается все экселенты которые не под тагом непосредственно кор отряда экселент они стали на свои флаги и сейчас надо как-то не дать им там побафаться смотрите а все правильно делают геноциды вышли похоже из замка да кто смогли наверно где-то свои флаги ставили и пытаются задавить экселентов но что-то что-то сил не равны экселенты уже тут все встали и теперь уже фолкморда рискует отъехать вот и на хорошо тут похоже видимо фолкорда надо срочно отступать потому что там сейчас они буквально через 30 секунд добавляются все уже и раз и размотают просто кабины к ним на помощь выдвигаются желтые на самом желтые до красных почти не видно одна-две пати успеют ли успеют ли надо регруппаться нужно срочно отступить немного регруппаться потому как экселент уже давят уже выдвину из своих флагов а вот выходит и красный там что-то какая-то party париться боже что за люди парятся зачем они это делают случайно ешки-то надо по рукам постучать теперь пвп непосредственно перед воротами не знаю что происходит там внутри самого замка это может сейчас не посмотрим потому что тут гораздо интереснее отступают теперь уже экселенты качели качели слушайте потрясающие осады кто-то говорил не знаю конечно что происходит на какая-то тут движуха нон-стоп и тут все еще очень непредсказуемо интересно где карпаки отстреливают но они очевидно куда им они в замок рессуются без варианта будут пытаться там что-то спину подстреливать не будем забывать что довольно просевший экселент они поставили тут к флагам наверняка еще многие не успели добаваться и сейчас вы будут просто пытаться катком передавить уже красные желтыми и синими это рискованно потому что они вступают на территорию врага тут враги могут резаться беспрепятственно если сейчас экселенты еще закатят смогут вот примерно этим они пытаются заниматься давить они наступают дальше и дальше если они смогут хоть тянуть чтобы спокойно могли хоть как-то ставить через на флагах враги-то будут резаться черт знает где там где-то другой стороны замка вообще-то могут привезнуть сейчас экселенты или их додавят вопрос насколько сильны экселенты смогут ли они справиться такой задачей довольно сложной сейчас как-то вот на этот узкий узкий проход вывести на себя забайтить а красные желтые и фарятовые просто развернулись и пошли сторону замка решили что все достаточно они продавили экселентов доставят и сейчас вновь вставать флагом вновь бафать развернулись а вот это возможно была ошибка ну чё за четырьмя паками в 400 человек бежать серьезно это странно потому что тут то вот сейчас вот этот весь экселентовский оставшийся зерк дорезается добавляется и вновь качели в другую сторону уже качнуться как громко спасибо за стрим шилина к черту гран каин шили нет а поддержите он нагнет этот сервер д ну пока непонятно кто же нагнет я думаю что если бы он нагнет точно не один уже теперь у него теперь много союзников опять разворачивается зерк уже так понимаю на паке что были на флаге при но тут неправильно всем за просто это уже давно понял то что бегать за самыми опасными паками четырьмя всем зерком это бессмысленно потеряешь гораздо больше чем приобретешь гоняя их туда-сюда надо было пройти самые сильные свои паки пусть даже большим конечно пусть даже будет 10 паков они могут запасать 10 паков на 4 самых-самых сильных остальных оставить стоит на этот не давать резца остальному клану excellent хорошо развернулись очередной раш на флаге успели подкопить немножко манны excellent хватит ли этой манны теперь побафались война продолжается не что происходит замка да черт с ним замком тут тут битва тут экшен каждое важнее что происходит здесь никто владеет замка потому что чувствую что замок будет менять владельца на этой осаде еще несколько раз так точно все 40 минут прошло сначала если сейчас додавят эксцелентов а оппозиция имеет все шансы это сделать то смогут они геран себе вернуть я думаю что стоит и красным и желтым при этом ставить все флаги которые только могут ставить в своем этом да в своей части плп зоны ибо шансы появились вот сейчас они смогут зарашить как-то удачно хотел сейчас уже опасно опасно наступать потому как готовы принимать врагов excellent и уже тригруппнуты бафнуты закинут дебафами и раш может провалиться напоминаю по левелу то эксцелента все таки по среднему левелу да эксцелента впереди я смотрю тут все подтягивается и подтягивается позиция сзади там да или тут какие-то резервы подтягивают еще два бага еще бага скоро дегрейт пойдет в ход да неплохо неплохо вот сейчас бы отлично было как-то разделиться да чтобы с двух сторон зажимать если сейчас допустим геноциды быстренько обошли замок например и вместе в тиски зажали эксцелентов тогда что-то могло бы получиться ну пока что не пытается я насколько вижу сломать последнюю стену левую да и вообще как бы геноцидов тут маловато я смотрю в основном давят силами красных и желтых понятно ну геноцидов просто вообще поменьше чем красных и желтых поэтому а там что произошло потому что я помню еще на подкасте говорили мол полным полно геноцидов да нет их было немного больше желтых там что-то патчек 15 их вроде говорили даже больше как много трупиков эксцелентов да конечно теряют и желтые с красными но они могут себе позволить терять людей их больше в два раза так точно они могут давить мясом и должны этим пользоваться вот это движ друзья я все понимаю да там какие-то гран каи майнд геймс перехитрить развести вот вот пвп трубилова клан на клан зерк на зерк движ круто такой был еще и на какая они просто там зерги встретились зерги распырились то было бы вдвойне прикольно прям такое реально противостояние excellent против всего сервера и до сих пор непонятно кто победит шанс есть и у тех у тех немного отжали от своих флагов excellent и всех остальных да видимо там и надо отступать с заднего прохода core packet мы же потянулись просто по никнеймам их плохо вижу да да теперь вижу тут уе и прочее в общем все самые халебельные пати там маги в основном да да там маги да в основном в excellent 3 пака магов и 1 пак луков неплохо неплохо что ж бегите глупцы в таком случае вам надо срочно тоже где-то регруппаться и уже принимать excellent не смогли вы их дожать давайте посмотрим нет не будем знать что происходит в замке черт с ним из-за зрения что там что-то мутят должны бы мутить фиолетовый так их тут не шибко как много интересная позиционочка да идти вперед экселон там уже опасно потому что флаги вроде бы отбили довольно да флаги они отбили но и дальше пройти тяжело потому что тут уже встали и довольно серьезно плотно встали красные с желтыми уже даже начинает качель в другую сторону уйти попадал довольно много экселонтов приходится им немножко немножко возвращаться к флагам рез 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 ну и желтых фиолетовых и красных здесь гораздо меньше стало после этой вылазки но не будем забывать что у фиолетовых вообще говоря у них и фолкморт и ромашки не могут резцов по зоне гирана потому потому как у них есть другие замки свои у входов же только один клан армия обход не может а у желтых вообще теперь все могут отрезцы и должны были поставить же флаги все ой опасно ой зря вы это делаете похоже опять получается сейчас уже отступает много экселон к своим флагам но от своих флагов они получат маневр то есть могут возможно там подкрепление рез в спину сейчас задавить и боюсь что это байт если подтягивается еще силы видимо те которые как раз таки в город стали если все будет хорошо все вернулись блин вообще что-то анализируем кто победит я уже вообще не знаю кто победит серьезно тут кто он кто будет спать быстрее регруппать своих павших воинов и кто не будет сдавать выгодные позиции да там как-то тот кто-то победит а смотри смотри подтянулись фиолетовый вот вижу ластфул опять впереди всех я глад я всех нагну идет в бой показывает всем как надо делать и даже не умирает ластфул живи ластфул давай давай и возвращается смотрите вернулся к своим вот так должен настоящий кл первым бежать рано или поздно наверное все таки перейдеть всего зерга да да потому что всех не убить просто просто банально противника ну два раза точно больше если быть объективными я просто смотрю каждую минуту подходит как минимум пак из города иногда 2-3 да можно можно понять как бы да что там куча лоу левел пак в те же самые ниту майон вообще что там 50-е да да нет уже к 60-м хорошо хорошо так или иначе тут сейчас особо не помассушишь да то есть надо все таки точные там нюки стрелы и на этом ман закончится даже если ты 50-х левел будешь отстреливать и все равно отратишь ман ну пак желтых только что зашел в замок так что возможно там даже каст покрыть идет а тогда уж надо корт корпаком возвращаться и дефать замок продавливают экселон смотрите уже уже потеряли свою позицию у флагов отступают за них кто-то накастовывает уже в паническое бсое ай-яй-яй как так без команды то все давят и давят excellent похоже сейчас надо как то вот может быть этот эээ перешейк за него бороться тут можно неплохо раскладывать нет пошел mass pair от excellent видимо получили команду регрупции в городе в срочном порядке и победа остается за оппозиции успеть но должны успеть закастовать замок что им помешает качели ушли в другом направлении сейчас вернут себе скорее всего големы уже желтых заходят в замок вот это этот да скорость реакции да все преимущества преимущества получились пользуемся заставляем проходики что что же внутри внутри еще excellent их core паки под прикрытием раз два три сколько тут големов то блин да трех големов стоят и пока еще никто не рискует к ним соваться внутрь это чревато от 70 паков можно отъехать пока тебя големы топчут вообще без без вопросов даже при численном преимуществе надо сейчас регрупнуться хорошенько все это дело быстро зачистить прорваться желательно не дать за это время добаваться туда там докопить маны эксцелентом я понимаю что у позиции сейчас тоже проблема с маной там очень затяжной пвп был сколько она длилась в итоге минут наверное двадцать да суммарно ну минут десять пятнадцать мне кажется не ну с начала первого рашка когда там стены доламывали когда все остальное это же по сути все было одно пвп так или иначе растянутое растянутое по времени да 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 потому что там начали драться как бы умирали ману теряли там вресались бафались и все это дело продолжалось нон стопом я думаю никто там на задницах не сидел по пять минут не регенился банально некогда было родина в опасности чатике твича пишет что 414 персов цц сколько 414 414 ну нормально в целом лайки помню на подкасте потому что где-то под 200 даже наверное может быть 200 плюс набрали на эту осаду так как надо за честь клана постоять должны были всех там никому нельзя не отпускать ни в деревне ни на даче все должны прийти и фулл онлайн показать поэтому 200 человек должно быть точно ну это уже проблемы тех людей которые не пришли знаешь проблемы наверное лайки что плохо их смотивировал прийти нет возможно пришли все но там вроде бы 200 не набирается не набирается тогда хуже тогда хуже что тут по одному желтенькие поприходили попали может они конечно на разведку отправились да там игнесы заходят стали стали глазами и ушами руководство мол какие позиции заняли корпаки где стоят гномы чтобы их быстренько изничтожить там же с гномов убиваешь они перестают голема кастить да ну вот они стоят как мы видим очень даже близко и вполне можно их заторгетить и убить при желании это сервер шилин друзья в описании стрима же все указано официальный сервер линейдж 2 классик шилин так что-то мне надоело тут стоять думается мне что за то время пока ждем мы рашу уже должны были эксинуты сами регрупнуться и должна была начаться война в другом месте заходят замок вот прямо сейчас а то есть я вовремя примерно примерно тайминги понимаю да там на реген на регруп надо бежать заходит замок пока заходят в него красные и и не тюмы где синьки наверное наверное в городе регрупуются может быть и на другие зонки пошли я к сожалению вижу только геран пока что так фолкморду в общем весь сайт геноцидов в это время ломает флаги эксцеллентов в этернити там второй попасть в стеклам да на этернити либо гибрид на этернити у нас сколько значит флаг этернити почти мертв флаг гибридов я вообще его не вижу вероятно его уже уже сломали также есть вот план эффект в котором 70 макпак флаг эффект пока почти флоу и там вот совсем чуть побили и видимо забили на него все неплохо осталось только выкурить ну курпаки эксцелентов ииииии тик оставать ну какая есть стрим наверное есть но не от нас ого го эксцелленты сами вышли из замка решили тут что слишком расслабились их враги победив в этом затяжном пвп и надо сделать несколько фрагов что-то они вышли постояли посмотрели не могут спор а стоят ли големы а все эсэс подставился listen to me упал големы перед входом стоят да а с другой стороны стоят уже големы от желтых красных фиолетовых и прочих тут уже два голема знаешь такие на подходе ромашки делает соя может быть эксцеленту на другой замок нападает а ух ты хотя вот весь остальной клан фолкморт как раз таки заходит в геран видимо все это финальные раси сейчас будет сейчас будет просто невероятное количество народа смогут ли зауешить просто такие знаешь 300 спартанцев в исполнении эксцелентов сейчас будет фильм только не 300 а 30 40 ну да 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 против реально 400 человек будут сражаться синие в Глудио и что что они там забыли я понимаю там любой другой замок кроме Глудио но Глудио то зачем что за странный мув ну ладно пускай пока Геран потеряет может быть решили то что с этой попытки Геран уже не удержать еще все таки час Геран не укреплен да Геран назначено пойдет может быть хотят сейчас ухватить себе хоть что-то потом малыми силами дефать Глудио так глядишь удастся и два замка захватить ну просто и чтобы легче было оттягивать потом с Герана на Глудио да 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 но чем это закончится мы узнаем уже совсем скоро ну да в принципе сейчас потянут время вот эти вот четыре пати достаточно чтобы Глудио захватили потом Герана не теряют их же будет фул клан и акселент ставят флайки которые должны будут откатиться давно уже откатились по любому и делают еще одну попытку все силы в кулак и надрать задницу оппозиции это точно 40 человек? такое ощущение что побольше но скорее всего кто-то с големами остался может быть из других составов кто-то успел зайти давайте почекаем по никнеймам нет пойдет только акселент даже какие-то там станы залетают снаружи ох он Джокер рискует ну больше 40 точно и раш заходят красные желтые инитиумы начинается заливка ауе сейчас эти под ауе то так много нафигачат надо как-то растянут рашить чтобы не все вместе попасть во дни ауешки чтобы там первый дебаф принял у себя один там мидшилл да и дальше уже мана закончилась и можно было ауе экселентов забить ну у меня чар находится в одном клане с чаром где големы экселентовские я вижу тут синие надписи довольно в большом количестве не понятное дело тут реально такое ауе заливку урона вон труп 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 вагон трупов конечно в основном инитиумы вообще падают на раз два ну и красные желто фиолетовые далеко от них не отстают да прорвались да началась началась смесила в тронке но пока прорвалась не достаточно народу я считаю надо реально давить мясом это это нормально этого не надо стесняться вы просто выдуваете мана пул экселентов иссякнуть и потом спокойно добить и закастуете подходит силы экселентов сейчас к внешним воротам те которые не в коро трёде тут и големт остался всего один-второй какой-то криво стоящий подтягиваются также и дополнительные силы от оппозиции в общем все-все подтягивают подмогу вон интересуются там ребафаются даже наверное не ребафаются так сразу в бой в атаку шашки наголо и вперёд но если сейчас еще пару минут экселенты подержатся внутри замка то скорее всего этот раз будет отбит так они продержали что забавно я смотрю так пробегал вроде смотрел много народу прошло уже укрепление из големов сломали все заходит основная масса экселентов сейчас во внешние ворота оказывается оппозиция тоже закончилась жесть жесть и вот этот вот ручеёк экселентов бежит а что там с грудью может 300 спартанцев выстояли да это было неплохо так погоди что они куда-то убегают уже видимо сразу же на флаге не будут они забираться в тронке не царское это дело пойдут гнобить и унижать только что упавшую оппозицию и походу вынудят делать фулл регрупп да просто разбегаются и пэрятся уже и все и красные и желтые красные вообще-то не вижу фиолетовые и желтые остались немножко совсем нити умов но желтые и нити умы пока что стоят у внешних ворот это я так понимаю те кто добегали с города либо с флагов но не успели вот и на и победа в итоге сейчас но само собой на данный момент остается за синенькими экселент на коне пройдет регрупп сейчас глудио то не захватили за это не давайте проверим что там на глудио эгрант быстро успею вернуться так глудио стенка целая если вообще мне не врали там да чатики первые ворота сломаны перегруппнутую позицию все можно сказать экселент выигран почему почему крафтеров не сливают хороший вопрос ну вот стилья на учет поздновато да надо было раньше так все в порядке на глудио тут смотрю ромашки держит держит оборону остальные тоже стоит проверить но я боюсь что с такими темпами у экселентов не будет времени остальные замки и они надо возможно уже были на остальных замках да да проверим в общем глудио там сломаны возможно даже самими обороняющимися ворота заставлено все голямами и есть какое-то количество народу на защите ну оппозиции много и у них есть ресурсы чтобы еще и на защиту уделять хоть какие то да там силы Дион та же самая ситуация тут своими лапками машут голямчики в проходе все неплохо ну давайте ворон тогда уж сейчас решили посмотреть все замки похоже в вороне ровно то же самое первая створка сломана вторая створка сломана големы красная водичка эта лужица и тут что-то прям у них огонь как много големов раз два три там что-то четыре или пять или три блин короче их много много этих массивных железных лапок стучат по земле все трясется тащим то если и был какой-то раш от синих на гуде он ничем не закончился геран дырявый да хотя почему не до конца дырявый левая стенка еще стоит и возможно даже не собираются ее ломать так как там-то флаги экселентов чтобы они не смогли быстрее проникать в замок бежать через ворота где весь клан синенький давайте посмотрим внутри тронки нету никого значит они все находятся снаружи и очевидно нужен фулд регрупп всех кланов оппозиции прошел час что сначала осады половина позади что на к происходит друзья поделиться там чатики сводками кто кого и как все таки успели видеть то что если оппозиция нападает при фулл регрупп на там составе то они могут дожимать аксин да да то есть пвп зерк на зерк все таки за позиции еще учитывая то что если не принимать на уе то есть когда вот позиционочка да позиционочку зерк вполне может вытаскивать так как их больше ману заканчивается удачные раши да либо принимание врарских рашей дебафы и аоэ для эксментов заканчивалось успехом ну вот что семидесятые маги делают с взрывами трупов флешками и всем чем угодно пока фулл состав эксмент регруппнут на флагах на флагах на флагах на флагах на флагах да да и потыкаем может их уже поставили так эффект чуть-чуть побитый но он и был такой хмм берсеркс ээээ гибрид гибрид стоит флаг уже вижу этернити и не вижу но я думаю что поставят как только смогут это не проблема все ну на гк так тогда все отлично что вы там ругались что мол шилин стрим на шилине сегодня движуха нон-стоп почти нон-стоп я примерно так и думал что стримить шилин однозначно будет сегодня поприкольнее когда допустили классик в ноябре 2014 18 ноября по-моему даже во вторник или в среду не помню вот день недели не помню числа помню что там что там роа давит на всех замках рмт а райзиза заперлись в гуде и сидят такой сценарий там что-то просто писал что захватили дион ну смотри жива еще старушка конечно жива сколько фанатов то которые до сих пор играют л2 она такая вечно будет я кстати даже вижу немного экселентов киране именно в самом городе ну может как раз те самые которые из этернити и других кланов которые уже не смогли резаться в пвп зоне вставали в город и их оттуда не выпускали такое возможно может как раз там они и зажали в кейл и этернити чтобы он смог поставить флаг и там активно его чекают если все правильно так какая-то перегруппировка от экселон куда-то выдвигаются с флагов давайте посмотрим куда ну и зерк видимо уже выдвинулся так как я не вижу его в киране еще тебя переживет да возможно а я думаю даже когда все-таки выйдет когда-нибудь иначе тернал л2 не потеряет свою актуальность потому что игра все-таки будет другая окей подтянулся весь зерк ну не знаю весь не весь но в общем большая часть позиции точно потянулся уже к пвп зоне стоит прямо перед ней и похоже экселонты увидев это дело отправились в замок решили что будут принимать а пока еще не отправились ну да на подходах смотрите стоят перед воротами довольно растянута думают наверное что сейчас делать ну либо не знаю думают регруппаются непонятно каковы сейчас будут действия от синеньких будут пытаться навязать драку вне пвп зоны потому что иначе в пвп зоне то им выгоднее всего надо понимать все таки в замке хотя 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 если они запрутся в замке то потеряют все флаги это логично потеряв все флаги им там будет сложнее дефиться все таки будут терять людей они будут вставать в город сбежать будет проблемность хотя бы там остат ну какой то деф оставят да оппозиция они просто принимают врагов перед замком чтобы пройти дальше придется пройти через нас только через мой труп это да и тп очень широкое пространство у красно-синий желтый у красно-фиолетово-желтых есть возможность растянуться вообще по всему по всей пвп зоне и атаковать со всех сторон зажимая эксцентов в тиски есть подозрение что это не особо выгодно синеньким то им то надо крас чтобы враги были в куче и можно было их там закидывать дебаф меня уешать такую позиционочку они вполне себе могут проиграть ну да я смотрю так и действуют желтые красные фиолетовые просто они со всех сторон да 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 всю вот эту вот толпу ты уже не задебафаешь и пошел раш все плотнее и плотнее ну не раш такой да а давление оказывают на эксцентов вынуждая тех самых тех отступать к флагам какие там еще резервы посмотрите там на горизонте да люди бегают ну конечно там многие сайленсы поймали сейчас отошли специально чтобы с них спал дебаф и вновь вернуться в бой пэрат эксцент поняли что совершили ошибку ну ну вот очень странно это было серьезно надо было принимать бои либо вот здесь вот да в узком пространстве тут вот заметьте кое тут пространство да там от края до края где можно двигаться и драться кое там во много раз больше и тут то тяжело зауешить как то зайти тут хотя бы можно отгонять своих флагов тоже резали что да там подкрепление все время возвращается в бой павших воинов все зарашили оставшихся флаги будут ли бить флаги я думаю что стоит как минимум там тех же самых гибридов сломать да и какой там еще клан ты говорил эффект вот наверное стоит их сломать учитывая что в замке то хотя вспоминая в прошлое их не особо удавшись рашем в тронку что они будут делать сейчас давайте посмотрим серьезно а пвп же так и не было да насколько я понял то есть их силенты с хул маной сейчас в городе ну как наверное процентов 70 у них где-то маны есть да все таки отстреливались дрались убивали друг друга да быстрый 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 долго на задницу сидеть не будут тут уже подтянули еще голем давайте посчитаем их по головам по ногам не знаю почему еще считать тут столько всяких этих лапок массивных и железных конструкций кстати пройти между ними можно сейчас легко такая себе дорожка но это мне это легко да я не получаю урон там станы дебафы часики руты позиции будет несколько сложнее безусловно да и корпаки экселент занимают боевые позиции для приема врага настроены на серьезное ауе ну а на что им еще рассчитывать реально 300 спартанцев ну 40 в данном случае гектор гектор выходи там сейчас пвп 1 на 1 лаки против ластфула кто победит а я думал ты намекаешь на герановского голема которого обходы подарят тоже неплохо троянский голем но следует реально все игроки да реально все игроки суши ну а вот зергам в 400 человек они разве не смогут довольно быстро сломать големов сколько по времени это займет убийство хотя бы там двух из четырех там же ристурят хп насколько я знаю в процентах ну и смогут очень быстро ристурить тут 400 мать его человек просто ассист атак ну да даже верно тем более один вот голем стоит довольно криво далековато от всех остальных самый первый вообще нормально стоит только второй похоже там третий четвертый тоже стоит уже внутри замка сильно довольно далеко их можно по одному расстреливать либо же будут пробиваться через них не будут тратить время да раш ну ну не все пожалуйста не все вас там же похоронят аккуратно аккуратно пробегаются я просто болею за перекаст я хочу чтобы было больше движухи больше интриги они не успевают того ешить сейчас уже очень много народу прорвалось в замок сейчас уже у эстинду будут большие проблемы даже с учетом того что КРП набивает знатно мастерез пошел мастерез от красненьких интересно что с кристаллами теперь никакой маны не хватит кристалл который за пресс отвечает ну который за респаун в замке отвечает наверняка еще жив его никто не мог сломать да еще жив даже флоу ибо нормальный заход в тронку получился только сейчас ну тут понятно да сейчас остатки эксцентов добьют тут это уже они обречены тут еще какой резерв тут просто не просто резервный полк резервная армия стоит если если что то вдруг пойдет внутри не так интересно вот она истинная мощь зерга касты сбивать белым ассасином за это будет ли бан я про это много раз говорил так а вот и синие оставшиеся часть клана экселент уже регрупнулась и заходят по уп-зону но теперь им будет сложно выкурить туда врагов сейчас уже враги там займут выгодные позиции если успеют конечно же а вот успеют они не факт интересно все же что в кастовании происходит идет ли касты же ну вернемся туда еще пока по-моему интереснее как раз что будут делать сейчас экселенты пойдут ли они сбивать касты пойдут ли они драться или вообще они просто подождут пока кастуют хотя надо хотя бы угрожать тем что ты собьешь эти касты так тут еще между прочим довольно много красненьких стоит на флагах и сейчас уже флаг Этернити добьют который недавно поставленный напомню так что он сейчас в откат уйдет не смогут поставить следующий почему не бьют големов таким зоргом нереально убить я вот тоже задался тем же вопросом экселент заходят в замок смотрим тут уже в спину как раз остался всего один голем похоже был или не было респауна от основного сквада экселентов нет не вижу тут и у меня критуют белый ассасин привет привет белым ассасинам передаем горите в аду причем я смотрел с МДТ меня критонуло с МДТ неплохо неплохо ну я то быстро вернусь я сейчас уже через 20 секунд буду на месте а вот остальным как быть ай-яй-яй не честно корейцы блин сколько сколько месяц уже прошло скажи мне с этого бага я просто в шоке почему до сих пор не убрали черт возьми этот трансформ в принципе из игры нафиг нас починить не могут нормально видите огромное количество людей в городе там учитывая что зерк то мы знаем кого позиции да их гораздо больше покритовала банально по статистике по количеству по головам так тут уже часть экселентов забегает наверное умерших вновь в замок что происходит внутри это важнее всего после этих ассасинских критов просто ассасинских критов ассасин скрит ассасин скрит ассасин скрит не иначе а в замке происходит экселенты врагов не осталось кристалл фуловый кристалл даже не успели побить за это время жесть не уж не знаю кто использовал трансформу конечно кто додумался больше вероятность это сделал экселент такой банально больше 70 уровней нет нет мне в скайпе только что поставила инфа это позиция кастанула в смысле там команда была на каст не знаю была ли команда но мне экселенты пишут что они не кастовали каждый будет обнять другого понимаешь вот в чем дело я думаю позиция пишет то же самое это экселенты и тут не узнать же но мне говорят что выбило экселентов 50 человек и лаки вроде бы не давал такой команды кастовать да 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 опять же да возможно с другой стороны другая информация и все будут влиять друг друга и все будут правы потому что не выяснить же да только как-то администрация это может выяснить раз это не банабельно то и толку в этом нет никакого выяснять кто же это сделал кто же этот подлый иуда нафиг всех да 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 это евро нет это официальный сервер русского линейдж 2 классик под названием шилен в шапке стрима все написано и даже игра написана читайте внимательнее это никакая не фришка я смотрю что это экселентов действительно мало либо здесь не все составы либо ну я над кого-то тоже покритовала и так как там флаг этэрнит точно упал то этэрнит это по-любому плетели в город а не на флагах рестнулись и плп зона герана вновь контролируется кланом экселент прошло уже 80 минут с начала осады осталось всего лишь 40 забываем еще про время которое нужно на каст ну как раз 42 минуты 2 минуты на каст 40 минут можно сказать что есть у оппозиции чтобы вернуть себе геран теперь уже не факт что им удастся с такими темпами да качели раскачиваются побеждают то одни то другие но по итогу наконец-то оказывается экселенты который раз замок до сих пор у них они держат его уже час и 10 минут пусть он и дырявый весь да вообще просто разбитый в хлам но стоит по-прежнему под тагом клана экселент остальные замки без изменений гудел клан ромашки хоть за тьму что интересно почему им что 2к цп не надо видно там налогов с гудел фига капает что она того стоила дион за входами за армию в вход и оран за фолкморт ну кстати довольно интересно не знаю инцепт инфа или нет но разница между гераном и другими замками не очень большая если ставить на тьму там вообще довольно странная какая-то система начисления налогов не ну раньше была довольно большая там как раз рассказывали что когда все 4 замка были за тьму на какая там смотрели сколько капало и само собой геран приносило где-то как то ли как все остальные 3 замка вместе взят только как 2 так точно что просто от него явно был намного больше чем от любого другого замка по прибыли сад на одном замке ну геран центр мира я думаю что просто ни у одного зерга ни у второго зерга нет возможности сейчас уйти с герана ну а второму не надо да экселент и то они потеряют геран а если уйдет зерк то они потеряют другие замки да да входить им точно не стоит им не зачем отступать пока война идет на геране другие замки безопасности они тоже прекрасно понимают и поэтому будут давить геран до последнего даже если побеждать в пвп совсем совсем у них не получится а у них получается побеждать в пвп надо только закрепить успех и скастовать наконец этот замок тогда все вообще хороша будет до сих пор мало экселенту все таки передворот их наверно столько же было с начала осады больше больше явно больше так что возможно тут еще добегает еще учитывая что их там наверно да кто не могли резаться у флагов после крита и повелись в городе и им не дают выйти если все правильно делает оппозиция то просто не упасть их из города куда они могут протонуться как ты думаешь если все закрыты от гк протонуться самое ближайшее это в долину смерти оттуда бежать ну либо так либо если есть клон холлы в геране то можно побыстрее из сады горгон а в геране у кого есть из экселентов но атернити и экселенты а ну экселентам не надо а этернити как раз могут этернити как раз без флага и наверно этим часто занимаются големы ходят земля трясет скорее что это происходит во время пупп просто жесть месивые спецэффектов даже для классика этого перебор из 6 человек в трансформе всего 13 не из экселентов то есть вероятность того что это были экселенты весьма большая но на деле достаточно всего одного человека да и неважно ну да сколько 70-х у врагов если ты можешь это сделать даже одним персонажем где мясо ну или группается оппозиция ждем им-то сложнее им-то сложнее да чтобы все-вся-все силы потянуть по одному нападать нельзя это мы уже видели не раз как просто экселенты раскладывали врагов и группы где в этот раз будут дефать экселенты потому что в прошлый раз они явно как ты сказал совершили ошибку и сейчас они заходят в замок все ну почти все кроме афкашников которых немного заметить даже вроде бы их раздуплили ну тут очевидно дефать в внутреннем дворе бессмысленно когда у тебя уже там поломаны ворота големы все дела надо вставать в тронку и держать ее в это же время можно совершить диверсию четырьмя мейнпаками корпаками корпаками самыми хайлебелями и складные экселенты смогут в любой момент установить сои в замок и 30 секунд они на месте появляются перед входом а ну все уже поздно учитывая что смотрю уе тут лепрекон тут значит все должны быть здесь и другие замки вне опасности да и там как бы ну сложно пройти там тоже големы стоят явно какой то дефть есть и смогут тоже свой накрутить в других замков и ромашки и геноци... и фолкморды и входы поэтому особого смысла даже лезть сейчас у экселентов другие замки нету будут просто заперлись теперь всем всем составом внутри которые смогли собрать оппозиция это дело увидела и логично их шаг поломать флаги которые сейчас беззащитными стоят да на это потратят время но что поделать думаю таким зергом они справятся за пару-тройку минут нет сейчас видим на их дпс давайте смотрим 400 человек бьют один флаг как быстро он падет сейчас подтягивается 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 жесть сколько народу кусачок геноцидов фиолетовый фиолетовый букв КГ могу показать там у составов разные значки ну немного разные по сути у всех один цвет фиолетовый поэтому их фиолетовенькими то и зовут даже как форсовейкин желтыми потому что у них там все эти желтые ну а входы красная лапка на то они и входы так дпс по эффекту смотрите тут просто за затик сколько уходит жесть соски какая анимация сосок часто ли вы наблюдаете вот такой вот эффект приколь прикольно все один флаг упал далее флаг маху 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 сэнш маху сэнш так а в следующий раз какое вообще число то будет первое восьмого нормально восьмого я стремить буду на майске уже как и все если бы посады были на майске тяжело пришлось бы позиции лаффер кофт у них побольше я на чем в эксцелент хотя и в эксцелентах много все таки ширин насколько я знаю соотношение примерно одинок может быть то есть просто было бы не там не 200 на 400 а 100 на 200 ну да может быть еще меньше рука палка бей я с гк отсада ширина огонь я о том же там какая вряд ли что-то интересное происходит но если и происходит то сэляви мы сегодня стримим ширин в гк еще вернемся я нисколько пока не расстроен тем что именно этот сервер мы сегодня освещаем потому что тут движуха нон стоп и это круто именно пвп да я все эти много раз уже говорил но блин дерутся люди люди с яйцами не пэрятся при виде врагов так что-то они сначала один флаг побери потом пошли на гибрид поняли видимо что гибрид приоритет не кстати а что они сразу гибрид не сломали весь зерк бьет флаг гибридов ну почти весь сейчас еще добивает хмм я думаю не очень важно какой флаг сейчас ну в любом случае да все это закончится через буквально 30-40 секунд экселанды уже не пойдут как-то там додавить ой наш флаг добивают срочно возвращаемся все его тэфы это бессмысленно тут будет самоубийство банально вот после вот вот такого вот и вот такого вот еще там где-нибудь наверно какие-нибудь резервы есть я уверен что тут не все кстати что там за драма была с этим с как там селари ну уже продолжение я что-то читал там там разделе гк уже я тоже только на гохе это читал да ну а что там а тут доломали еще эту стенку ну просто продолжение той драмы в принципе на гохе все изложено ну блин я не читал совершенно стравиться а ну насколько я понял селари нашел того человека который откатил ну тот и гнолит и играет на гк да ну а тот уверяет что он не откатывал он даже отписался в этой темке там как раз три страницы полыхания довольно интересно ну кто-то точно откатывал блин надо там почитать будет раз там драма неплохая там целый детектив потом врывается бывшая пачка селари и еще подливает оригинального да который первый владелец был не 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 уже у которого откатили да и говорит о том что на самом деле селари с камер ух ты сейчас был спойлер неплохо неплохо хотел прочитать в общем Санта-Барбара вилл 2 классик поэтому друзья не покупайте чаров мой вам совет ну если у вас есть как бы хорошие все равно друзья которые вы там идете играть то они вам помогут быстро выкачать свой персонажа не стоит он этого так что-то пришли в общем вся позиция пришла такая тоже мол мы готовы что труба шатать заходить в тронку постояли пострелялись развернуть куда не побежали я не знаю но все выбегают из замки сейчас может там какой-то переказ идет они об этом узнали и боятся что их выгнется пвп зоны нет хотя зачем перекастовывать так что вероятно причина какая-то другая такая музыка пошла нормально даже погромче сделаю бегите глупцы ну там похожая такая пиксельная 8 бит ностальжи да все уходят из пвп зоны там серьезно кастуют интересно пойду что-то проверю раз они знают уже надо посмотреть сейчас возьмут и отменят каст я просто не думаю что стали бы кастовать потому что да сейчас в любом случае его будут отменять че пшп че пшп и Дейл к вам спешат может там просто кэлы отошли не знаю куда-нибудь на совещание и мол давайте уйдем к лан Никто ничего не кастует? Боже, что за паника? Тут нормальный такой деф. Хорошо, ждём следующего удивительного передвижения. Блин, теперь мне вернуться бы как-то обратно через этих големов. Я в их лапках и ножками устреваю. Пропустите, пропустите. Я первый в очереди. Чёрт возьми, не всё так просто. Так, вижу, вернулись, подходят. Блин, мне даже не посмотреть. Как толкучка, как будто на концерте каком-нибудь. Секриды эти стоят такие. Ты не пройдёшь дальше. Не положено. Сколько бабла прожигается в секунду. Ну, сейчас, благо, соски не стали такой роскошью, как были на старте. Видимо, отписал человек, который забил в первый месяц. Да-да-да. Когда там реально соски, целое состояние, качаешься в минус. Сейчас это нормально. Тут люди даже бтэмятся с сосками. Прикиньте, какая растратность. Опять краш? У меня, по крайней мере. У меня всё в порядке. Я смотрю, вроде бы, не повлетал народ, нормально всё. Ну, из эксцелентов, которых я вижу, да? А позицию мне... Может быть, просто у меня, конечно. А, может быть. Странно. Когда подкаст будет с лидерами топ-кланов на МСО? Пока никак по времени не можем договориться. Скорее всего, скорее всего, скорее всего. Блин, когда мы сможем провести тогда? Может быть, кто-то на МДТ-5 связал? А, может быть, да. То есть тебя критуют и там, и там, да? Где бы ни вязали. Где ты находишься физически и где астрально? К сожалению, да. Интересно, интересно. Лалис со стрима где-то в нете. LookHash.com Почти все треки моей с этого сайта. Видимо, будут ждать, пока останется минут десять, чтобы уже... А смысл? По-моему, это глупо. То есть они могут как-нибудь два замеса сделать. Зачем вам ждать одного замеса? Ну, со стороны эксцелентов это выгодно. Само собой, да, да, да. Это странно. Потому что, ну, сейчас, если они проиграют, то у них будет еще попытка. Если они выиграют, то... Они выиграют? Чё-то голем побежал куда-то. Чё с големом случилось? Сломался? Как будто фиры разбегаются. Так. Видимо, каким-то образом, я не знаю, достали, что ли, гномов или всё. Какая-то песновка голямовская. В общем, теперь тут свободный проход. Иди не хочу. Может... Ну, приглашают, наверное, да, эксцеленты? Идите к нам. Мы с распростертыми... С распростер... А, чё я тут заговариваюсь? С распростертыми ауешками вас всех тут примем и... Изничтожим. Вот Энжел, первая жертва. ПКшник еще на осаде. Чё так мало соляви на этом стреле, не знаю, всё. Закончилось мне это слово поразить. Над новой найти. В общем, фишка стоит внутрь големов. О, так, раш пошёл. Големы закрывают проход, через них сложно пройти, и... Они очень много урона носят. АОЕ. Под них заливаются ещё всякие станы руты, и люди умирают банально. От их лапок. Так, почти попадли все големы. На входе идёт жесточайшая заруба, потому что заливают Эксел на ТАОЕ. Пытаются прорваться через ТАОЕ оппозиция. Как много трупов. Там у кого-то левел ап, поздравляем... W, RX, с тем, что он вернул себе левел. Потерянный. Боюсь, что сейчас его ещё разок долевельнут. Да, уже в фире убегает. Не пройти. Серьёзно, не пройти. Очень мало народу преодолело тот заслон, дебафа, стан, рута, сайланса, часика, ауешек. Но у меня пока что виден первый килл от голема. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Голему бери мало, но Эксел на ТАОЕ бери много. Это по-любому, да? Вокруг замка. И рассыпается оппозиция. Бегает пачка луков из входов. Видимо. Убивают. Не знаю, что надо было сделать. Серьёзно. Зажались в этом тронке Экселлент. Их там очень много. Они очень сильны. Они принимают врагов на АОЕ. Блин. Что-то там разъездил с меня опять байкеры. Разные. Принимают на АОЕ и как-то пройти. Учитывая, что… На самом деле сейчас… На 5-7 лилов ниже. А позиция-то сможет? Трегрупно целый Экселлент, которые умерли в замке? Да, да. Вот. Это важно. Насколько там много умерло. Тем более, сейчас мы они пошли все наружу. Убивать. Типа за фрагами, за фрагами, да? Там этот… Нагибат, нагибат. Если сейчас успеют отстрелить хоть там какую-то часть Экселлентов, которые заиграются, то это может плохо кончиться для них. Потому что в 2-8 мдфце будет сложнее. А времени ещё 20 минут, 23 минут в целом. Даже, наверное, на пару подобных рашей хватит. Привет, анвасик. Бупа идёт с севой стороны от замка. Где раньше флаги стоят Экселлентов? Ну, тут да, такая перестрелочка. Именно те, кто вышли за фрагами, они немножко получили ответочку. Да, тут ещё жёлтенькие подтягивать, смотрите. Сейчас очень важно для оппозиции поперестреливать… Тут много кто подтягивается на самом деле. Уже, 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 уже. Да, не больше. Сейчас очень важно для оппозиции не давать выйти из города. Тем Экселлентом, которые умерли. Если они с этим справятся… Ну, реально, по две пати на выходе поставить. Не могут из этого позволить их дофига. Ну, хорошо, не, подвечит многовато. По одной фулочке на каждом выходе, да, там, допустим, с координацией, чтобы могли там перетягиваться, если вдруг пытаются прорываться Экселлент с одной или с другой стороны. Чтобы соло-игроки точно не могли пройти, да, там, отставшие от конст, умиравшие по одному. Тогда шансы будут. И надо как-то нападать, ну, грамотнее, что ли, да. Не всем зергам в одну ешку входить, а сначала мидшилд отправить там. Кто у них самые слабые, нитиумы, да. Сначала их, потом кто у них вторые по слабости. Если так, если объективно, ну, давай твое мнение, ладно. Как их из врага. Ну, да, наверное, все-таки желтые. Хорошо, потом желтых, потом, наверное, кого? Ну, входов или геноцидов, ну, неважно. Ну, геноцидов больше левел, а входов больше количества. А, ну, значит, кого? Потом, да, уже, потом уже, может быть, можно геноцидов, например. Так они и левелом побольше, у них больше шансов пройти будет, как раз там. Пока все в откатах, все дела. И потом входы своим зергам. Вот, такой как-то оптимальный такой получился бы паровозик, который имел бы шансы прорваться внутрь. И выиграть пвп. Плюс нужны все флаги. Давайте посмотрим, сколько там флагов-то. Желто-красно-фиолетовая нить. А, вот, у них, смотрите, у них тут своя флага-деревушка снизу. Интересная ничка. С осадой, ну, всегда его хоть много. Главное, хоть сейчас не по минус 10. На осадах это бы чувствовалось, да? Ну, тогда бы на осадах по минус 2,5 уфидел, но да, все равно довольно много. Главное. Именно, именно. О! Тут Дашник, Соло, Зосю убил. Это, видимо, Еш какая-то была. Из гибридов. Такая пвп была серьезная. Один на один. Прям как на Олимпиаде. Эх, Скаеб, Олимпиада. Какой средний левел в Альянсе Экселлентов? Какой, думаешь ты? Трудно сказать, на самом деле, но в основном клане где-то 70. Ну, ну понятно. Здесь остальные где-то 60 средний левел. То есть там довольно большие. 65 получается примерно. Ну, такая, средний пласт. Ну, скорее 64-63, все-таки довольно много людей нового левела. По сравнению с Хайвелом, то есть там не 50 к 50 соотношениями. Ну, где-то, да, 64-63, да. Сейчас я зайду на форуме, статистику выкладывали. Даже можно точно. Не, в любом случае, я думаю, что на осадах сколько можно максимум потерять процентов. Даже прям плотно рискирится. Ну, вот как сейчас, допустим, одному человеку. Один человек, допустим, может раз 15 за осаду умереть. 15 процентов, это откачивается все равно не так уж долго. Терпимо вполне. Да, наш пак даже сливал во времена римов элдерсов. То есть, когда мы там рискейлились в тронке, пока где-то процентов 15. Так что, хоть в сумме теряется, конечно, много, да, но для каждого конкретного участника осады не сильно критично, даже если был эфирок. Ну вот, судя по статистике с форума, 65 левел у эксцелентов, 62 у геноцидов и 61 у обходов. По количеству 190 эксцелентов, 130 геноцидов и 300 обходов. Ну, обходов плюс желтых. Я не понимаю, а почему гномов гномов стоят рядом с галемами? Чё их там куда-то в подвал не заныкать, чтобы до них точно не добрались? Либо вообще где-то где-нибудь там в других проходах. Там же главное, чтобы рейндж был достаточный. Чтоб команда поднять и опустить лапки работала. Эксцелент много оставили галемов проблем с гномами и гномов убивали. В процессе расширения. У вас ссылки можно в чате постить или... Ммм, ты лучше скинь никуда-нибудь в скайп или в тс, я закину. Потому что мне давать тебе привилегию постить, я даже команду не помню. Так, тут вышли эксцеленты поубивать загулявших желтых. Но они сейчас могут откайтить на зерк. Если им это удастся, то будет неплохо. Хотя, да, всё, эксцеленты развернулись. Но вышли паки с замками всё-таки. Они не так сильно рискают. Угу. Так, а не получат ли они сейчас по себе раш? Вряд ли. Тут ещё не все тригруппались. Да, в любом случае это ТПР из своих замок. А, ну да, там уже основные паки вышли. Не весь клан. Тогда нормально. Красные. Жёлтые. Жёлтые. Красные. Жёлтые. Соспходы. ФТС. Скину ссылочку. Это, если кому интересно будет, рейтинг по Шилину отдельно. Там с процентами. И можно также смотреть средние выгла в кланах. Что за сайт? Он нормальный вообще? Да, да. Это народные мельцы. А, ну тогда ладно. Тогда скидываю. Неплохо, такая статистика удобная. Да. Спасибо, Чальчик. Заградимов. А, это просто официальная статистика, но отфильтрованная по... Да. И он также процент рассчитывает. По тагам. Сделал алгоритм. И всё. Сколько я понимаю. Молодец, кто это сделал. Я боюсь, я не выговорю этот ник. Сложный. Сколько тут человек? Дайте представим в самый низ. Четыреста. Пятьсот. Шестьсот. Семьсот. Тут уже какие-то другие кланы, парламент там всякие. Ну видимо тут весь ширина вообще, да? А, первая тысяча, да? Ну да, да. Первая тысяча. Неплохо, неплохо. Как же там можно на каждый клан нажать и... Такая реклама, реклама. Подтягивать потихонечку в фиолетовую. Хотя уже не потихонечку, вот они и есть. Кого-то маловато, кого маловато. Непонятно, кого маловато. Красный, в принципе, достаточно. Не все, но, наверное, большинство. Жёлтых тоже достаточно. Он ещё подтягивается. Боже, как вы долго играете? 15 минут до конца осады. Очень долго. Рейндж у колема 600. Ну хорошо, 600 рейнджа. Стоять прямо под ним в этом, в подвале, например. Либо стоять где-то сбоку там, да? Тоже на втором этаже. Можно, можно. Нисс тоже вон, да? Как они стояли. На первый раш, по крайней мере. Сейчас вроде стали поумнее стоять гномов. И поехали. Вдвигается зерк. Вся оппозиция вновь спешит к воротам замка Геран. Вероятно, уже на последний раш. Уже на последний замес, по крайней мере. Может быть, раш это будет там парочка за него, но... Если сейчас отобьются Экселлент, то Геран останется за ними с очень большой вероятностью. Видимо, увидели, что флаги там переставили Экселлента. Или не переставили? Так. Флаг берсерков. Рейнбоу стоит. И Этернити. Вот Этернити, наверное, будут бить. Это важно. Остальные, скорее всего, забьют. Сколько их. Огонь. Что за сервер? Сервер Шейлен. Вам бы команду для бота сделать специальный знак сервера. Учитывая, что осады мы стримимим раз в две недели. Хотя, конечно, можно. Я сразу забывать про нее буду. Обновлять. Насташи, там ГК, то МСО. Не надо. Так, наверное, надо кучу все в голове держать обычно. Там как-то стрелять. Где заанонсировать, что где кого как? Что включить? Что куда залить? Что где повесить? И т.д. И вновь перед воротами в тронку собрались все. И красный, и желтый, и фиолетовый. И нитюм. Опять выходит в какой-то пак. В этот раз всего два голема стоит на входе. И пройти можно слева. А вот что-то ушел куда-то. Голем опять. Опять проход. Похоже, они специально их так ставят. Мол, идите, идите. Тут безопасно. Ну и ты за трап. Я вот прям уверен. Что именно тут-то самая опасная зона. И лучше всего готовы эксцелентно принимать врагов. Видите, со всех оливельные оверы, само собой, стоят. По добавящим ранжи от них стоят варлорды. Ну и конечно же маги. Готовы творить грязь и фармить КРПшечку. Слово сервера нет в шапке? Ааа. Гибар, а ты подскажешь? Если что, я на тебя рассчитываю. Статистика вообще супер. Да, неплохо. Покажите, кто замками владеет. Вот. Показываю. Глудио за ромашками. Это у нас геноцид Дион за армию вход. Это вход Геран за экселент. Это экселент. И Оран за фолкморт. Это геноцид. В общем, геноцид два замка, экселент один и вход один. Раш. Пошел Раш. Раш-то опять совместно, по крайней мере, и красный, и синий, и фиолетовый заходят вместе. Видите? Надо как-то распределяться. Не идти всем вот в эту одну узенькую там этот проходик, который для вас открыли специально. Это ловушка. Синие надписи от Галемов. Да. Машут своими лапками. Топают, топают. Делают больно. Смогут ли прорваться? Вот надо как-то обходить вот тут слева. Я не знаю. Надо найти какую-то слепую зону. Экселентовскую. Давить зергом. Что им еще остается? У вас дофига. Да, вы слабее поодиночке, но вместе вы силах. Пользуйтесь этим. Потихоньку пробиваются мы опять же ластфул, впереди планеты всей. Это я понимаю. На самом деле оппозиции будет довольно трудно, если они даже от четырех паков. Угу. А этот... Неплохо падали то от всего клана. Да, неплохо падали. Мягко это назовем. Неплохо падали. Угу. Так. От всего клана прорваться действительно очень тяжело. Да. Те, кто проходят. Ну их уничтожают. Их уже просто точно вырезают. Тем более... Проходят они часто в сайленсах с часиками там. В чем-нибудь еще какие-нибудь там дебафы. Да. Зимы могут повесить на них. Глумы, само собой. Да. Что-то вообще может зайти такого опасного. Какие-нибудь... Даже... Poison Blade Dance. Я, к сожалению, не вижу то, что происходит. Ну... Тут особо даже комментировать не еще. Реально. Кладбище. Просто кладбище. И, экселланты уже идут вперед. Тут еще довольно много. Если что, желтых в основном. Да. И немного красных. Многоходовочный. И теперь уже экселланты вновь бегут раскидывать уцелевших. Добивать. Умерщвлять. И отправлять ту виладж. Остается 8 минут до конца осада, друзья. И, похоже, это все. Больше шансов захватить Геран у оппозиции не будет. Ну, у них есть 6 минут, чтобы... Ну, это фантастика. Фантастика. Сейчас у них ничего не получилось. Да. Если там хотя бы они смогли прорваться. Там навязать борьбу. И, там, на кропалях через, там, рескилл и репорт в замок затащили бы синие. Я бы еще поверил. Но с такими темпами нет. Вообще без шансов. Что ж. Много, да, довольно, экселлентов выжило. Да, экселентов выжили почти все. Кто там поумирал, но это так. Ну, тогда, да, действительно. Точно. Потому что там просто не пускали. Вот тут вот было это кладбище. Вот здесь вот. Тут еще даже остались трупики. Не улетевшие в город. Врата смерти. Да, да, да. Там реально просто не пройти. Когда на тебя 70-е оверы накидывают руты, часики, сайленсы. 70-е варлорды тебя закидывают станы. Что-нибудь еще там пакостное на тебя залетает сверху. Все это дело под флешками. То ты умираешь. А кто не умирает, от этого того добивает точно уже далее. Непроходимая защита. Давайте, да, подводим потихоньку итоги осад. Лепард, давай, твои впечатления. Доволен ли ты гераном? Ну да, было довольно много. Так что я был удивлен, если честно. Но. Въединением общей позиции. Ну это же бы хорошо. Потому что если бы этого не было, то осады были бы гораздо более унылые. Тут бы понятное дело, что... Без геноцидов не смогли бы такого оказать. Давление на геран. Красно-желтые. Ценитюм. В итоге всю осаду был движ, всю осаду были ПВП. Весы качались то в одну, то в другую сторону. Это было прикольно. Да. Там ты думаешь, что всё, вот, вот уже вроде бы задавили Экселлент. А нет, приходит подкрепление. Там какая-то... Очередные десять пачек подтягиваются. Был очень удивлен, когда Экселлент переворачивали. Я действительно думал то, что... Пару перекастов точно будет. Но всё-таки големы и хайлевел паки сделали своё дело. Всё-таки просто из того, что было меня очень удивительно, как они всё-таки умудрили 40 человек отдефаться. Как... Вот весь этот зерк не смог пройти их. Это же жесть. Ладно 200 человек, да, там реально много. Это же весь клан Экселлент, а 40, пусть даже самые хайлевельные. Но у них мана кончится. Там тем более проход был от големов освобождён. Более-менее можно было пробиваться, а не ставить у них умирать. Кстати, возможно, сыграли третьи Орфены. То есть... А, Нижману, да, Ригенет, тоже неплохо на топ-магах. Да, да, возможно. Но с другой стороны, дебафы и оверов. То есть... На оверах, насколько я знаю, не на всех есть третьи Орфены, если вообще есть на каком-либо. В конце какая-то чекнешь, да, чекну? Мана бы закончилась, точно. Ну, вообще, это довольно интересный момент. Я обязательно пересмотрю записи. Да, было красочно, эффектно. Жаль, что я был немного уставший всю эту осаду. Но думаю, что моя унылость не мешала вам наслаждаться процессом битвы за Геран, которая завершилась в пользу Экселлент. Всего один замок они вернули из трёх. Так что есть к чему стремиться им. Есть что возвращать оппозиции, да. Ты думаешь, какие... Как пойдут следующие осады, я примерно подумаю. Там уже замок будет на Экселлентах, полностью укреплённый. Ну, это не сильно спасёт, на самом деле, потому что крафтеров уже довольно много хайлевельных, то есть 3-4 свинки способны буквально за минуту сломать стену. Поэтому... Нет, всё хорошо, но... Ну, смотрим, начало осады. Там не до свинок, не до големов, там не до чего. Пойдут ли Экселленты сами такое ёло нападение на другие замки? Либо они опять запутаться на Геране, и потом уже будут искать варианты куда-нибудь выдвинуться. Ну, зная Экселлентов изнутри, скажем так, скорее всего будут пытаться раскайтить хайлевел паками на других замках. Ну и дефить, понятно, дело Геране. Ну, сегодня это не помешало бы, но сегодня было не до того, реально. И успели плотно закрепиться в других замках и геноциды, и входы. Поэтому Экселленты даже не пытались, по большому счёту. Не считая того, какого-то, то ли это был, не знаю, фейк, не фейк, то что вбрасывали в чатики, что они на гуде улетали, но ничего у них там не вышло. Мы это уже видели. Ну, тут явно было не до этого, потому что было пару критических моментов, когда... Здесь там даже, не знаю, двадцати человек бы, скорее всего, проиграли бы Экселленты, поэтому... В этот раз действительно на грани было. Там же реально, но хоть это будет не первое мая, да, но восьмое. То есть восьмое, девятое тоже куча народа свалит на даче. И вопрос, где же окажется больше лайферков, это тоже может решить очень сильно. Интересно, интересно будет. Ну что, так или иначе, поздравляем Экселлент с... Тем, что они вернули свой царь-замок Геран. Всего один, но результат достойный показать, что они способны в один клан сражаться против всего сервера. Потому что реально все пришли. Сегодня пришли все, кто хоть как-то влияет на расклад сил на ширине, пришли драться против Экселлент. И Экселлент вышли победителями. Молодцы, молодцы. Будем следить за развитием событий дальше. И, я думаю, тут даже не стоит дожидаться конца осад. Давайте слетаем на Гранд Кайн, посмотрим, каковы итоги осад там. Еще раз показываю на ширине. Значится... Глудио за кланом Ромашки. Сайт Геноцид. Сейчас-то общий сайт, да. За красно-желто-фиолетовыми. Дион за ними же. Армиобход Орен за Фолкморт. Туда же. И Геран за Экселлент. Все. На этом, особенно, на ширине одна минута остается. Точно можно считать завершенными. Погнали на ГК. Смогли ли там хоть что-то себе отжать ребята из Red Mighty Team? Либо же... Роа забрали Глудио в Рейзов. Увидим. Hello. Hello, hello. Там урощается люк. Ну, что я могу сказать? Интересные осады. Интересные осады. У нас тоже шикарные. У нас просто два часа почти на 100 ПУП. Массовые. У меня два часа на 100 ПУП. Отлично. И самое интересное, что... Короче, замок Руны перекастован за 15, по-моему. Да, за 15 минут до конца осады. На кого? На ревевалов. Аден на Роа, да? Аден... На Адене сегодня вообще ничего не происходило. Там альянсы разбили и все. В смысле? А, перекастовали и назад? Да, туда-сюда перекастовали. Все, там даже никого и не было особо. Ну, давай я могу быстренько... Да, давай я пока захожу за логиней на Герант. На самом деле... На самом деле не очень много чего рассказывать. Тактика... Ну, во-первых, несколько моментов отмечу. Что... Три клана у нас воюют, да? Против, по-моему, всего сервера. Кроме... Не считая Дистрактедов. Вот Дистрактеды только не в Роа Сайде. А все остальные... Они там... Как... Так или иначе, по-моему, с Роа Сайдом. Ну, Маджисти еще говорили сами. Ну, короче. Три клана. Вот они рашили. Они распределились так, что у них... Что с ВХЗ? Погоди. Что с ВХЗ? Сейчас расскажу с ВХЗ. Сейчас расскажу. С ПВНЗ... ПВНЗ стояли у нас на расширении. Все время боролись там. И самое интересное, что всю осаду они там выигрывали ПВП. Часто бывало так, что... Просто одни ПВНЗшники там оставались на расширении. То есть их задача была, ну, типа, мы не пускаем никого в замок. И дефаем флаги, которые там стоят. Соответственно, решафлы и ревевалы все время рашили и пытались кастануть. Кастануть, кастануть. Час 45 минут они это пытались. У них не получалось. Их выбивали оттуда. И в конце концов Топси там удалось кастануть. В итоге за 15 минут или там 17, что-то такое. До конца осады. Просто жесть. Причем я видел, как он кастовал, стоял, смотрел. Ему пытались сбить с балконов. Мне кажется, тут больше ошибка вот трибуналов. Там куча лосомбры лежала, еще кто-то. Они реально могли сбить. Они что-то вот... То ли они его не заметили. Он там внизу стоял кастал. То ли чё. То ли как-то, ну, просто провафлили. То ли их там отрискилили так жестко. Ну, короче, не сбили. А ВХЗ чё? ВХЗ вообще мне не очень понятно. По мне так, ну... Там посрались они, не посрались. Я не знаю уж, что с ребёрфами у них случилось. Ну, я думаю, они будут сидеть на своем арене. Держать нейтралитет. Так нет, они на стороне роа сайда воюют. Ты прикинь? О-о-о-о-о-о. Как ну так? Серьёзно, да? Остальные замки у нас, говорят... Тедди Бирс у нас влились в Дистрактед полностью. Поэтому все остальные замки там... Я перечислю сейчас, конечно. Тедди Бирс влились в Дистрактед. А Сайлент что? Ну... Нет, я так понимаю, что и Сайлент там чем-то. Но он сам в Тедди Бирсах. Ну не знаю, это вот то, что в чатике пишут. А, ну ладно, ладно. Потом узнаем, короче. Замок Глуди РВХ. Замок Дион у нас. Тедди Бирс. Замок Геран. Не знаю, что за клан. Энхелла, но он тот же самый был. Орен за Велдхёртс остался. Аден Райсуфабис. Хейн... Кстати, Хейн с Дистрактедов перекастовали. Лол. Ты это не заметил? Ну, слушай, у меня экшон был на руне. Клан Бидла, я не знаю, что за клан. Бидла, Бидла, знакомые что-то. По-моему, это что-то руашное. Ну, возможно. Или нет, Бидла. Руна Ревиван. Видел я его точно. А также с Зариным Шоколад Годдард у нас. И Шутгард там кастовали. Кувалтрон Дистрактед, Дистрактед. Всё, вот так вот прошли осады. Я считаю, что весело с обоих сторон. Короче, стороны равные. Реально равные стороны. И очень интересно смотреть. Это хорошо, что движуха на МСО вернулась. Значит, будем продолжать следить за развитием событий там. Что было у нас на ширине? У нас на ширине была война. Экселлент и весь сервер. И всё это происходило на Геране. И происходило нон-стоп. На 10 минут экселленты вернули себе замок. То есть раскатали всех там, по сути, сначала одних, потом вторых, потом снова одних, потом вторых. Забрали себе замок и дефали его. Замок, само собой, весь разломали. Да, там все стены, ворота. Удалось победить экселлентов на поле. То есть раскидать их за пределами тронки. Отправить их на флаги. Потом на флагах их долго. Там буквально пвп это делалось в смарт минут 20. Сначала там дрались. Стены ломали. Дрались под стенами. Потом пришло всё на флаге экселлент. Потом качало сюда-сюда. В общем, в итоге экселлентов задавили. Но... Клан-то был... Замок был на мейн-клане экселлент. Где там самые халевиные паки. Они под путем големов стояли и дефались. До прихода остального их клана, да. Остальных пачек. И это им удалось. Реально 40 спартанцев, 40 экселленсов. Удержали весь зерк. Жесть. Пришла подмога. Ещё была одна очень неудачная битва от экселлента. Когда они встречали у ворот врагов. Их раскатали. И опять же экселлентам удалось продержаться. Пришла подмога. Экселленты уже поняли, что встречать в пвп зоне... Ну, встречать за пределами замка невыгодно. Стали заперлись в тронке. И устроили там кладбище. Два раша, оба раша провалились в его позиции. И таким образом геран за экселлент. В остальные замки владельцев не поменяли. Ну, в общем, было много битв. Реально там крутые замесы. Ну, то есть они решили не рисковать, да, на другие замки? А там не было вариантов. Стояли деф. Понимаешь, пойти на другие замки мог только основой клан. С ТПшкой, да, в герана, если что. Чтобы быстро вернуться на подмогу. На остальных замках тоже стояли големы. С ТПшкой тоже была защитой. И поэтому решили сейвово удерживать геран. И то это могли не уезжать вполне себе. Только там три по ВП, получается, да, проиграли экселлента. Ну да, где-то. Но... И чтобы описать масштаб, примерно 420 человек со своего позиции и 200 экселлентов. Да, то есть один к двум там было. 200 на 400 война происходила. Ну, не слава, не слава. Это было круто. Для Шилина, мне кажется, так это очень хорошо. Да, да, да. Что же было на ГК? За ГК мы, конечно, не следили. Его вроде бы там стримерили другие стримеры, наверное, вы смотрели. Глудио за кланом Райз. Райзы себе свой сарайчик сохранили. Дион за Фрикс. Это Роа. Тоже ничего не поменялось. Геран за Бладласт. Вновь Роа. А вот Торрен на клане Редстрайк. РМТ себе отжали Орон. Ну, это уже неплохо, да? То есть... Значит, смогли. Сумели. Ну, то есть тоже там какой-то движ таки был. Да, да, да. Ну, какой-то был. То есть... Один замок вернули. Хотя говорят, что там уныло было, по крайней мере, в чатике. Писали. Может, писали Шильнов со специальным, что, мол, не ходи на ГК, стрим Шильд. И так, это, знаешь, такую волну поднимали. Ладно, друзья. Что на этом? Нет, с Кельтом мы сегодня стримить не пойдем. Мне кажется, это напрасная трата времени, если честно. После прошлых осад. У нас и был план постримить первый осад на Скильте, а дальше уже будь как будет. Я тебе там ссылочку закинул, можно? Какую? Куда? Ну, в смысле, чатик тебя запилиться. А, ссылочку на твой YouTube. Да, подписывайтесь, друзья. Конечно же, не забывайте на все наши социалочки наши. А я могу твой Twitter, если ты меня выкинешь. А, хорошо, сейчас кину. Подписывай наш канал. Кнопочка Follow слева под стримом. Подписывай на наши YouTube, ВК и все такое прочее. Через день-день мы с вами увидимся. Решим, что будем стримить. Скорее всего, будем стримить... Короче, подумаем. Надо как-то будет распределить силы, чтобы постримить все. Получается, сейчас везде движуха. Надо будет вычислить самое слабое звено. Да, ГК, Ширин, МСО. Может быть, разгадаем. Монетку бросим. Все, друзья, на этом закругляемся. Всем большое спасибо, что смотрели. Я забыл, что я кнопку не нажал. Говорю, самое слабое звено, это иного, которое не может развести по времени. Да, и трансформа эти ассасинов несчастных. Вот. Ссылочка на канал Люка. Подписывайтесь. Ссылочка на мой Twitter. Подписывайтесь. Везде-везде подписывайтесь. До новых встреч. Да, сейчас кину. Кину. Да, я закину тоже. И прикон тебе тоже. Спасибо за компанию большое. Думаю, что мы с тобой еще как-нибудь тоже увидимся, услышимся на следующих стримах Ширина. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока-пока. Удачной вам недели. Там майский уже впереди, да. Да. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok